приветствую всех у себя на канале у микрофона как обычно пончо и добро пожаловать на карту северные острова а что ж сегодня играют два высококлассных игрока один из которых является сейчас топ-1 лопа ло рейтингу заночных эльфов собственно кахо который стартует слева снизу синим цветом разумеется заночных эльфов напротив него стартует южнокорейский представитель альянса thunder он самый последнее время начал чуть больше практиковаться как я заметил по крайней мере на вот три champions ну и будет интересно посмотреть на его нынешний уровень особенно то что он играет против каху кстати обратите внимание уках очень они стандартный старт в том плане что он делает две лучницы добавляет магазин и играет через вардан интересная от него мысли крайне любопытно будет понаблюдать за его дальнейшими действиями потому что как я неоднократно говорил топ-1 вардена водом является в мире лавлиет ну а каху посмотрим у кого действительно очень сильный микроконтроль он это неоднократно доказывал в матчах против хэппи и в матчах против 120 в общем на самом высочайшем уровне он конечно может дать бой абсолютно любому игроку на планете а здесь же тандыр решил закрепить моментально свой экспант у него уже 2 2 уровень архимадка и также просто просто-напросто феноменальные дропы когти плюс 8 ну и сейчас он решил ставить нас на звуку базу а здесь же у вардан дроп такой себе свита крыка и перчатка силы вообще кольцо превосходства и баночка маны как по мне было бы очень классным приобретением для каху но увы этого нет что шуках у 8 виспов есть на древесной экономике мне кажется ему еще нужно два виспа добавлять один виспа судя по всему только что был задиспелен но похоже на то или же убил архимаг в общем варда уже приближается к третьему уровню как он не торопится сейчас идти на харасс но кстати говоря может потерять сейчас свой магазин обратите внимание что делает thunder он пробудил крипов чтобы те начали бить барак ну скажем так как вода контролил этот самый момент и крипы перестали агриться на магазин а ну что ж вообще у станды абсолютно феноменальная ситуация сейчас ему ничего абсолютно не нахарасили у него дома грядится вышка арканка на экспанде есть уже арканка но варда уже третьего уровня чего не скажешь про архимага архимаг заскочил на точнее в магазин купил там сапоги скороходы тем же самым по идее должен заниматься каху до закупается сапоги скороходы и персональный став кстати каху выпал выпали когти плюс 4 на зеленой точке под базой и вот сейчас составил он всю свою свиту дома у него дома делается пятый колодец интересная от него задумка мы здесь все прогоняются рабочие все-таки blink прокачал вторым с полом каху на блинке догнал двух рабочих минус 2 минус 3 минус по моему да всего лишь три рабочих убьет здесь игрок за ночных эльфов ну и все продолжает штамповать лучниц игру за ночных эльфов забегает даже внутрь базы нисколько не стесняясь у у тандера делается great на т2 он не сильно отстаёт от своего визави примерно на где-то на минуту дома сколько же 5 колодцев нормально так как готовится к харасу и сам главное не ставит дополнительную базу возможно это тестовый билд от каху может быть он прощупать этот геймплей за данного героя посмотрим как будет на деле может быть в дальнейшем мы будем все чаще от него видеть варды тандер решил закрепить лабораторию своему соперника своему сопернику сразу моментально купил шедера тут умирают рабочие и вот как раз таки шедер максимально быстро восполнить потерю в лесодобычи сейчас можете обратить внимание у него всего лишь 48 леса и этого крайне и крайне мало так у каху пересаживается барак но похоже не в курсе что здесь закреплена точка домой приходит архимаг моментально начинает фокусить элема здесь каху а в это время сам варденко пришел на мэйн сопернику не напрягать его просветки есть если что у архимага и вот как раз таки сейчас может получиться так что ученицы могут погибнуть однако справедливости ради стоит отметить что здесь очень большое количество энергии в монвеллах есть пехотинцы гибнут это дополнительный опыт для варден варден даже успела одного из пехотинцев забрить кахо кахо да да контролирует свою лучницу разумеется лучницы нет грейда на защиту кстати говоря можно было бы сейчас поджать 1 не совсем уверен насколько это выгодное мероприятие сейчас тандеру пытаться отменить горбец и даже диспеллица висп чтобы тот не мы не нанес у урона по строящемуся зданию уже четвертого уровня варден она приближается к пятому закупает баночку маны искусственно ночь была прожита и соответственно где-то через 10 секунд начнется вновь день один длится как и ночь собственно четыре минуты не забываем об этом информация для тех кто возможно не в курсе про механику игры продолжает пехотинцев делать thunder видимо в скором времени будет добавлять узнать может уже добавил грейд на щитки вылез уже горный король бежит за варден включает неуязвимость и начинает работать по пролетариату облинковывается назад а здесь продолжает харас тандер он видимо у него был дирижабль который сбили лощицы каху кстати уже пятого уровня варденка ну и это означает что соло герой уже феноменально силен однако однако несмотря на все это у каху сейчас большие проблемы с древесной экономикой у него всего лишь пять виспов добывает лес а этого как показывает практикам мало абсолютно мало и вот судя по ресурсам вы можете уже увидеть что у каху действительно огромные проблемы ему нужно отменять одного медведя менять местами great видимо ему и так титры есть антимагический щит взял и вновь идет на харас пытался сейчас тандер добить работягу своими вышками ну и все-таки удалось ему это сделать первый медведь появился дома минус магас у каху однако здесь минус экономика и тем не менее тандер переходит в тир-3 по всей видимости должен будет перед переходить постепенно в мортир судя по всему ну и да минус медведь это ничего ему уже не поможет однако второй медведь может выжить его нужно морфить в форму медведя только лишь сейчас получил этот самый great поэтому не мог это сделать пораньше да но варда в скором времени получится уровень странно что тандер не стал переходить в масс воздух поставить например два древа 2 авиария и я туда например выйти попас драгон холков или же грифонов а вообще по-хорошему и то и другое и того и другого по чуть-чуть вардом вновь на харас бежит есть у нее 110 маны это этой маны в принципе должно хватить ей на blink и один веер ножей и дальше она должна расправляться уже спалит ой как же вовремя болт прилетел в варден потому что сейчас архимаг при смерти все таки успевает он купить поушен и восстановиться ай-яй-яй-яй-яй было было очень на тоненького но тандер ребят у него есть план который в скором времени начнет работать план это называется масс танчики на первый танк уже выехал странно почему он не продолжает массить их с двух мастерских но это уже не сегодня что ж поехали танчики танчики у нас с грейдом 10 как увидит эти самые танчики и моментально реагирует на это мероприятие бир панду вторым героем вообще сейчас может потерять свою панду кстати говоря да она абсолютно никуда не уходит отсюда будет болт однако есть риджуф напомню что сфера огня понижает эффект от риджуфа да и в принципе как любого другого входящего лечения поэтому панда не сильно так восстановилась нужно еще один риджуф кидать медведь имеется на это мероприятие ну тандер хорошо сейчас отвлекает внимание выигрывает время в то время как сам массово производит танчики добавляет рыцарей чтобы справляться с наземной армией также добавляет спеллбрейкер которые будут воровать возможно риг и риджуф это закупиться расходниками по всей видимости этим уже занялся игрок за альянс кстати у него очень хороший предмет на магию смажем плюс 17 урона имеет с руки и архимаг 2 куб 2 когтяков 4 плюс 8 и также сфера огня вообще в патч балансе в последнем как раз в тестовом там хотели сделать по моему 10 что ли урона арбе потом 7 и решили остановиться на 5 ну как было потому что 7 или 8 урона с 1 с 1 предметы которые можно еще накупить есть как-то раз за всю игру до на то уже пит лорда это выглядело крайне дисбалансным мероприятием поэтому решили отказаться от этой идеи ой хорош как ворует предмет и гриба и опыт то есть в этом плане все хорошо кстати панда постепенно постепенно качается мало по мало по малу тут добавляется древо и тропов абсолютно правильное решение со стороны кафо у него 1 0 грейды уже на медведях нужно ловить танк отлично окружает и сам параллельно пытается развлекать своего соперника будет ли болт вряд ли будет ну с другой стороны у маунти кинга фулл мана поэтому я считаю можно было бы и кинуть бог вот например сейчас по-хорошему можно было бы от блинкаться суда и добить уже аж 3 у кацан их юнита можно поджать танчик отлично поджима поджимает хотел сказать я но это не так нужно риджов по варденки варденков баши риджов не воруется напомню что у столбрекеров механика работает следующим образом что именно сначала рык воруется и далее риджов то есть у риджова приоритет низкий стоит минус панда неприятное мероприятие хотел засейвить своего второго героя игрок из китая дирижаблем но здесь штрафует сопернику паладина еще веер ножей просто шикарно отыгрывает этот момент кафо минус 5 рабочих в одночасье скором времени варденка получит уже седьмой уровень но неприятно панду потерял панда не качается здесь танчики есть и мне кажется тандыру нужно было бы по-хорошему их в один кулак собрать и одним вот наездом как раз таки заехать на базу к сопернику болт медведя успел нажать форму соответственно куда меньше урона получает чем мог бы два старта имеется у тандыра уже третий став в скором времени также появится плюс минус по 20 урона наносит с руки по танчикам варден уже пять танчиков имеется делается нет не делается делается вертолетик хотел сказать я 6 танк но нет нужно покупать став освобождать свою панду танчики отгоняются но в это время качается thunder прокачивать своих героев неплохо минус дирижабль скорее всего у каху потому что у него нет юнитов которые атаковали бы по воздуху одна лишь лучница осталось 21 грейды на медведях делается второй грейд на защиту а куда варден пропала варден у нас харасит соперника на красной точке а не совсем понятно зачем он вере ножей дал видимо профокусить архимага с красной точки аура таурена выпала тандыру это шикарная для него дроп учитывая то что альянс самая не мобильная раса в игре это будет только наружу ой тут минус архимага можно было его спасти телепортом на телепорта нет у тандыра возможно он был не знаю оверлей не всегда правильную информацию показывать и все таки да его не было его тире телепорта дома пока что все стандартно грифонец не видно странно что не стал ставить авиарии игрок за альянс отгоняются танчики пытается немного немного хотя бы прокачать своего второго героя игрок за ночных эльфов и кажется сейчас будет дроп да нет что-то развернулся мне кажется был смысл покупать дирижабль кстати один грейд на улучшенную кладку имеется у альянса ой сейчас минус колодцы будут у эльфа хвою и ну так поздно срывает висков но мне кажется даже это не поможет ему спасти парочку парочку другую до минус 2 минус 3 и скорее всего да ну а здесь полнейший карт планшу тандыра по перемещению на карте у него 22 базы до сих пор у него срываются ополченцы видимо на красную точку здесь ставить экспант и да так есть он добавляет третью базу время как каху до сих пор сидит с одной лишь базы но лишь рудника я хотел сказать и здесь обнаруживается древо жизни работяга куда-то шел по всей видимости поставить возможно какое-нибудь здание третьего уровня паладин третьего уровня горный король пятого уровня архимаг у него между прочим третьи элемы были взяты персоналка домой от карту нужно дефаться абсолютно правильное решение с его стороны третьего уровня уже панда можно пары дыхание кидать шикарно дышит очень много у и урона на к стоит забывать что у тандыра два стаффа и соответственно эти самые ставки могут таким вот образом сэйвить унитов непонятно куда здесь шедер смотрит но у тандыра справедливости ради хватает древесной экономики на через блестинг есть у каху седьмого уровня уже барден вот еще и иллюзиями хотел окружить но окружать барден и по себе мероприятие видимо надеялся на надеялся на завтык но завтыкает уже непосредственно сам он минус паладин третьего уровня болт кидается на всякий случай в барден здесь два танчика разбираются с древом жизни как попытается его спрятать по-хорошему нужно до контролить одного медведя чтобы тот заплочил проход а самому дальше идти вглубь базы немного нужно до контролить каху в этом моменте хорошо до контроливает здесь висит вертолетик абсолютно ничего не угрожает 4 уровня уже панда паладин был выкуплен в доверие но каху пока что не в курсе что у тандыра третья база снизу справа поэтому в скором времени вообще тандыр может и вовсе выйти в ультимативный лимит и попробовать задушить своего соперника однако как это сделать когда ты пытаешься всего понемногу масить я ума не приложу 22 грейды у каху пока что 3 грейда не на атаку не на армор не предвидится напомню что здесь не докреплена шахта у игрока за ночных эльфов справляется висп здесь у нас замен замен замес 56 лимита на 49 тандыра меньше он понимает что не вывезет драку особенно против таких двух героев ну и отступает хорошему нужно в принципе на мэйн забегать даже дриады появились ну конечно у дриад не хватает манны чтобы задиспелить третьих элему которых 825 хп сами они носят огромное количество урона 48 урона в среднем если быть точнее появляется танк на древо жизни слева сверху там уже два медведи стоят на стрёме минус работяги на экспанте у тандыров как-то сам основной армии дает бой своему сопернику здесь и южнее пары дыхания минус маунтики ну мне кажется это конечко для тандыра успевают выхилить своего архимага и также вызову выживает паладин здесь по всей видимости расправились с танком два медведя и все-таки thunder сдается вот такой вот замечательный матч ребят если он вам понравился надеюсь поставите свои пальцы вверх ставить комментарии более 60 слов а также подпишитесь на канал микрофона был пончо всем до скорых встреч всем пока